как делаются брюки прямо 10 минут посвящу тому чтобы быстро вам понять когда вы купите мои выкройки что вы дальше делать во первых выкройки вы собираете то есть это будет на а4 выкройки на все размеры готовлю их вам я если вы знаете какого-то профессионального закройщика кто делает на плотере и так далее дайте мне знать мы будем с ним сотрудничать и так когда вы получили выкройки вы разложили ткань и сделали припуск на швы обязательно один сантиметр всегда потому что мои выкройки делаются без припусков на швы припуски на швы вы добавляете как вам надо зависимости от ткани и смотрите у вас будет два переда обязательно на джинсах сот ту таска нижние нижний карман 1 и нижний карман 2 который будет идти вот так внутрь потом у вас будет спинка две две спинки и у вас будет пояс и вам обязательно надо купить молнию есть машинку и оверлок но или зигзаг и так начинаем что нам надо первое сделать нам надо сделать подготовить все вот эти наши большие детали они у нас должны быть готовы прежде чем мы их начнем соединять чтобы они были готовы вам надо сделать вытачки если у вас есть у брюк вытачки вы делаете вытачки то есть эта программа для тех кто умеет уже шить и знает как делать вытачки соединяете и делаете вытачки вот таким вот образом вытачки всегда заутюживается в центр вот сюда в центр окей дальше вы готовите вот этот карман карман который будет выглядеть вот так но как вы его делаете вы берете вашу вот эту вот сот ту таску видите я все сделала разных разных цветов чтобы вам было понятно значит кладем так 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 кладем лицо к лицу значит изнанкой вверх вот так вот и прошиваем вот здесь даем строчку выворачиваем вот так вот выворачиваем и даем прутюживаем так чтобы вот эта часть шла немножко внутрь чтобы сверху у нас не было видно наши сот ту таски потом мы даем строчку прямо один миллиметр если нам надо джинсовую строчку даем вторую строчку на лапке лапка должна смотрите всегда на иглу лапка должна быть всегда на одинаковом расстоянии чтобы у вас были ровные строчки далее когда мы это сделали вот у вас получилось вот такая вот деталь вот такая вот деталь у вас получилось видите дальше вы приделываете вторую сот ту таску нижний карман да у вас всегда будет пометочка где соединять вот здесь и вот здесь вот здесь вот так вы соединяете это карман и pathways ради он ездить иголочками здесь здесь и здесь соединяете иголочками и в этот момент вы выворачиваете вот так и смотрите как у вас likewise of carman but какойoise круг так вы строчку и даете одну строчку просто на машинке а вторую строчку over lacom и срезаете все лишние этот карман он будет входить в yeni тему потому что вот здесь вот будет застежка ли ти Дальше это вы подготовили ваш вперед. Спинку вы подготовили, потому что у вас здесь выточка уже готова или вы поставили кокетку. Дальше вы соединяете эти две штанины. То есть лицо к лицу, так, подождите, лицо к лицу, да, изнанкой кверху вы соединяете, начиная с талии, соединяете до низа и здесь до низа, окей? И у вас получилась вот такая вот штанишка. Одна штанишка, окей? И вторая ее штанишка. Обязательно соедините эти две штанишки лицо к лицу, опять же лицо к лицу вы кладете, и соединяете их вот здесь вот, седалищный вот этот шов, кавало называется по-итальянски, прямо до замка, один сантиметр чуть повыше, чем замок, вот здесь. И пока что оверлок не делаете, вы их меряете, и вы смотрите, как они на вас сидят. Если все хорошо, если нигде не надо убавить где-то, может быть, по талии, может быть, где-то здесь, в штани низ надо убавить, вы с двух сторон убавляете, с двух сторон. И дальше, дальше вы уже делаете оверлок по бокам и по седалищному, и здесь, где замок с двух сторон, вот где у вас замок, вот здесь вот, вот здесь, и у другой стороны тоже здесь. И все, вы их шили вместе. После того, как вы их шили, давайте я их соединю, потому что сейчас, нет, вернее, я не буду соединять, я только их соединю вот здесь, кавало, потому что сейчас я вам буду объяснять, как мы делаем застежку. Так, вот я по седалищному вот здесь вот соединю, и спереди вам буду объяснять застежку. Вот так, да, окей? И застежка. Застежка у женщин, нижняя сторона, правая сторона заходят под верхнюю, то есть вот так застежка у нас будет для джинсов, окей? И поэтому с правой стороны ваших брюк вы все время смотрите на лицо, где у вас правая сторона, вот эта правая сторона, здесь у вас уже обработана, и вы уже проклеили 4 см клеевой с одной и с другой стороны, где у вас вот этот вот, вот эту вот часть, вы уже проклеили, вы сворачиваете 2 см, вот так подворачиваете, вот так подворачиваете 2 см, и кладете вниз ваш зип 1 см ниже, чем талия, 1 см ниже вот эта железка должна быть, чем талия. Вот так вот прикалываете здесь, 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 прикалываете иголочками, и прошиваете на машинке с лапкой, которая на половинку, окей? Далее, далее, у вас вот эта вот вторая половина, она 4 см у вас отложена, не 2 см, как здесь, а 4 см полностью, она заходит вот на эту половинку на 2 см. Вот здесь вот вы должны прямо закрепить 2 см, вот здесь вот нарисовать 4 см карандашиком, вот с таким уголочком, закрыть вот эту нижнюю молнию, закрываем ее, вот так вот наносим, и дальше, смотрите у нас как получается, сейчас я вам покажу. Вот здесь вот должно быть все ровненько, замок идет внутрь, вот здесь вот, где вы пометили, вы закрепляете вместе с замком, то есть замок у вас пришивается этой строчкой вот сюда, понимаете? Так, а потом вот так, закрепочку делаете, и у вас на этом пункте все готово. Дальше вы берете ваш пояс, секундочку, дальше вы берете ваш пояс и делаете ему уголок. Уголок вы сшиваете перпендикуляр, вы даете одну строчку, не доходя 1 см здесь, потом выворачиваете вот так ваш уголок ровненький, да, и меряете ваш пояс, и смотрите, где у вас пояс соединяется, чтобы вам точно быть. Вот здесь он соединяется, плюс 2 см, которые у вас под замок пошли внутрь. Отрезаете там, где плюс 2 см и 1 см на шов, естественно. Отрезаете под перпендикуляром, выворачиваете, и то же самое, даете строчку, 1 см не доходя до края, вот здесь, не доходя до края, и выворачиваете. Под перпендикуляром, чтобы ровненько-ровненько все было. Теперь берете, у вас точная длина пояса, то есть вы немножко припосадите, возможно, вот пояс на брюках. Немножечко припосадите, потому что надо немножечко всегда припосаживать. Дальше вы вот эту сторону внутреннюю, которая будет внутри пояса, вот эту сторону, вы делаете наверлок всю. А вот эту, которая внешняя, вы пришиваете прямо вот срез в срез с замком, видите, срез в срез с замком, вот здесь. Начинаете вот так пришивать, потом вот так дальше пришивать, и по всей окружности пришиваете до того, как у вас вот вторая половинка не пришла вот сюда. Когда вы это все сделали на один сантиметр, здесь вы отпустили один сантиметр от замка, а здесь вы прямо пришиваете под край. Вот так, окей? Потом вы внутрь пояса, внутрь, вот таким образом, внутрь туда кладете ваш шов, и поясом с оверлоком вы закрываете. Вот так. У вас чистенько вот здесь получается, и вы даете верхнюю строчку. А здесь у вас чистый оверлок. Если вам нужно носить ремень, то вы делаете пассанты, такие хлястики, да, и внутрь их вставляете перед тем, как пришивать пояс. Вы сначала поставьте эти хлястики, потом пришиваете пояс. Внизу вы обрабатываете подгибкой на машинке, и на этом ваши брюки закончены. Сейчас, вот видите, любые вы можете шить шорты детские, взрослые, брюки, джинсы, летние. Идите в мой, вам будет там линк внизу, и вы попадете в мой магазин, где есть выкройки, там выкройки, и идите смотрите выкройки. Там также майки, там также лосины, леггинсы, видите, какие красивые, которые я снимаю с йогой. Я делаю много красивых маек, леггинсов, платьев, сейчас платьев в стиле Версачи я сделаю. Все по доступной цене, отправляются на весь мир. И следующее видео я вам расскажу, какую рекламу лучше давать, это мой личный опыт, рекламы для своих магазинов на площадке Etsy. Потому что я выбрала эту площадку на сегодняшний момент, ею пользуюсь, вам советую. Внизу будет ссылочка партнерская и видео, линк на видео, где вы можете перейти по ссылке и открыть ваш магазин. И смотрите следующее мое видео, где я вам расскажу о моем опыте рекламы и продажи на Etsy. Пока-пока!